Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам эпичный бой на объекте 279Р. На данный момент это один из лучших танков 10 уровня, но заполучить его очень сложно. Данное видео, как вы понимаете, является новостным, поэтому расскажу вам самые лучшие новости мира танков. И первая новость заключается в том, что сейчас вы можете проголосовать за танк, который будет по скидке в следующем месяце, в октябре. Если вдруг вы не в курсе, изменилось голосование, то есть всего на одну ветку можно повлиять, остальные две ветки, которые будут по скидке, будут выбирать разработчики. То есть, таким образом, всего три ветки будет в месяц по скидкам, что очень даже неплохо. Итак, вы можете найти голосование на форуме в разделе «Блок разработчиков». Собственно, можно проголосовать за К-91, СТБ-1, М48А5 Паттон, и на данный момент выигрывает СТБ-1. Ну, вероятно, потому что это все-таки такой вот танк обновленный, его сильно изменили, апнули, и поэтому многие за него голосуют. Но еще может ситуация поменяться, и может еще выиграть Паттон. А вот у К-91 шансов выиграть практически нет. Кстати, если хотите выиграть золото, рекомендую сайт ВотГолд, тут можно выиграть тоже кучу золота, есть выгодная реферальная программа, есть сборка чертежей, можно собрать себе премиум танк, можно выиграть прем танки 8 уровня, самый имбовый, и множество других призов. Ссылка в описании или в закрепленном комментарии. Итак, ребята, вот как вы можете видеть, многие собирают вот эти вот компоненты жетонов, но еще далеко до завершения, а в магазин хочется попасть, где будут разнообразные плюшки, которые можно будет приобрести. Может быть, вы, конечно, уже изобидны на все это, но тем не менее, интересно, что будет в этом магазине, потому что, ну, окончательно вроде как нету инфы о том, какие товары там будут. Ну, известно, что какие-то камуфляжи, а также некоторые боновые временные расходники, это точно будут. Далее, билеты вы можете получить в выходные, 30 билетов можно получить, а также выполнять ежедневные задачи, можно получать еще билеты. Далее, у нас в патче 1.6.1 найдены вот такие вот эмблемки разнообразные. Ну, вероятно, будут какие-то праздники, особенно вот эти вот с животными, всякие эмблемки, ну, немножечко заинтересовали лично меня, непонятно на какое событие это все будет. Также разработчики приготовили нам множество разнообразных камуфляжей, которые в основном будут продаваться, правда, за золото. Ну, то есть, знаете, вот эти вот камуфляжи стандартные, которые можно купить. Вот обновили, так скажем, ассортимент, если вдруг вы такие камуфляжи, ну, покупаете для разнообразия, то вам повезло. Возможно, какие-то из них даже будут дарить или можно будет как-то получить бесплатно. Но вы можете видеть, что действительно крайне много этих разных камуфляжей. Некоторые из них, кстати, весьма даже неплохие. Стоимость в среднем составляет 750 золота. Ну, что, в принципе, недешево, но и недорого, я считаю. Далее, что стоит отметить, в новом патче некоторым танкам дадут такую возможность взять и сменить быстренько нацию. То есть, например, у танка Т-34-85 рудой можно сейчас на тесте с легкостью поменять нацию, СССР или Польшу. Это позволяет быстро, в общем-то, менять экипаж, а также выполнять ЛБЗ, ну, как бы, других, в общем-то, наций. То есть, той, которую вы там смените. Также, ко всем прочему, в линии фронта добавят новую карту, гигантскую, с разными там ядерными реакторами. Карта очень обширная и на данный момент выглядит весьма даже внушительно и впечатляюще. Также разработчики добавят резервы. Десять резервов вы сможете получить бесплатно абсолютно, выполнив простые ЛБЗ-10. Из них вы можете получить, купив, в общем-то, за золото. Цены вы можете видеть на своих экранах. Также разработчики очень много сейчас танков завезли на тестовый сервер, но не для всех, а для супертестеров. Для чего эти танки, точно на 100% неизвестно, но, тем не менее, в принципе, есть вероятность, что некоторые из них будут за боны. Как я вчера сказал, один из самых главных таких вот инсайдеров европейского сервера заявляет о том, что танки за боны будут. Стоимость их будет варьироваться от 10 до 20 тысяч. Некоторые из них даже будут весьма имбовые. Ну вот сейчас вы можете видеть танк за ранговые бои. О нем уже мы поговорили в прошлых видео. Ну, ясен пень, что похоже новая имбочка. Ну, и хотя бы, по крайней мере, весьма такой необычный танк. Также вот такое вот непотребство. Это у нас Black Prince только 6 уровня, премиумный. Вот его разработчики с очень большой долей вероятности точно будут впаривать за боны. Ибо даже если его кому-то впарить, собственно, на рандом он сильно не повлияет. Этот танк, собственно, будет выдаваться за линию фронта в случае, если вы накопите достаточное количество очков доблести. Уже в восьмом эпизоде этот танк смогут многие получить, кто хорошо потрачил в линии фронта все это время. Танчик вроде бы неплохой, насколько, в общем-то, у него хорошие характеристики пока что, ну, инфа спорная. Далее стоит отметить, вот такой вот танчик небольшого уровня вы сможете получить совсем скоро. Скорее всего, на день танкиста или чуть позже. Ну, в любом случае, эта ЛТ-шка достанется вам абсолютно бесплатно. И это 100%. Но, как бы, многих уже особо это даже и не радует. То есть, многие относятся к этому как к чему-то там такому. Ну, пускай будет, но вообще-то мне, как бы, что-нибудь поинтереснее бы предложили. МР-35 называется танк. Вот вы можете видеть его характеристики. Особо они не выдающиеся. Хотя, вроде как, высокая мобильность. 55 максимальная скорость. Но уделенная мощность при этом всего 12 лошадиных сил. На то, ну, что плачевно. Ну, основной танк, который, конечно же, очень сильно хочется получить ветеранам. Это Объект 777 вариант 2. И по некоторым, в общем-то, источникам данный танк может вполне даже быть продан в боновом магазине. По крайней мере, такая возможность сейчас рассматривается разработчиками. Но цена вполне может составлять этого танка около 15 тысяч бон, потому что это все-таки не танк 10 уровня, как разработчики заявили. Ну, в общем-то, максимум, в общем-то, 20 тысяч цена будет за танки 10 уровня в основном. Ну, а за такие танки цена будет от 10 до 15 тысяч бон в боновом магазине. Далее, вот такой вот танк, ковши танка М48А2 Рампанзер. Это немец, если что, можно будет его приобрести. Вероятно, тоже за боны. Танк отличается необычным внешним видом. Также у него ковш, как бы сказать, является экраном. То есть, это не просто, ну, для видимости сделано. Но, в целом, машина напоминает, наверное, суперпершинга. То есть, она не очень быстрая, такая вот медлительная, как бы бронированная, но с множеством уязвимых мест. Особенно лично меня беспокоит вот этот вот огромный рючок на башне. Что-то, в общем-то, не внушает он доверия и надежности. Кажется, его будут все пробивать, что не очень-то и хорошо. Ну, вполне этот танк сгодится для того, чтобы продавать его за боны. Потому что, опять-таки, даже те, кто его получит, они вряд ли навсегда удовлетворят свое желание приобретать танки. Также в скором времени, в конце сентября, мы ждем танковые гонки. Примерно 23 сентября они должны начаться сразу после линии фронта. Гоночки внесут, в общем-то, в игру множество разнообразных подарков, которые вы сможете получить. Подробнее мы узнаем уже совсем скоро. Ну, может быть, не совсем скоро, но через недельку уже будут подробности этого режима. Что в нем будет. Также, вот такой вот премиум танк можно будет приобрести зарядные деньги. Скорее всего, этого К-7501К. Его выдавали в честь выставки Gamescom. Вернее, как выдавали, продавали на европейском сервере. Но у нас он еще не появлялся. У нас появится чуть позже. Ну, в принципе, по характеристикам еще та, ну, имбочка. Далее у нас TL-1L5C. Этот танк, собственно, тоже, скорее всего, завезен будет в боновый магазин. В общем-то, характеристики нам говорят о том, что ничего выдающегося в нем нету. Ну и, в принципе, для бонового магазина он вполне даже сойдет. Далее у нас танк FV-1066 Синлак. Это у нас ЛТ-шечка премиумная британская. Как вы наверняка знаете, вышла у нас ветка британских ЛТ. Собственно, этот танк, вероятно, будет продаваться. Конечно, вероятен марафон на этот танк. Но вероятность не очень большая. Потому что марафоны на ЛТ у нас устраивают нечасто. Т-54Е2. Еще один американский танк. Танк весьма неплохие у него характеристики. 390 Альфа. Пробитие имеется. Броня, как бы, вроде. УВН хорошие. Подвижность хорошая. В общем, такая вот имбочка. Для чего этот танк, пока что точно неизвестно. Но вероятность есть, что за линию... Ой, за какую линию? Что-то я заговорился. За реферальную программу 2.0. То есть, за рефералку, может быть, этот танк... Ну, и опять-таки, для бонового магазина разработчики его готовят. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам всего наилучшего. До скорых встреч. Пока. Продолжение следует...